Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем отвечать на вопросы к заданию и выбирать правильный ответ. На лекции чтения мы попробуем составить текст из данных нам предложений и также будем отвечать на вопросы к заданиям. Продолжение следует... В этом задании нужно послушать и ответить на вопросы к заданию. Давайте для начала переведем на русский язык. Алимнида. Информация. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо! Продолжение следует... Например... Обеденный перерыв с часу до двух... Будет по-корейски звучать как... Также кроме времени можно подставить дни недели. Например... Я отдыхаю... С понедельника... По среду... Или до среды... Получается... Отдыхать... Седа... Понедельник... Ворюэль... Среда... Суёэль... С понедельника... Ворюэль... Путо... По среду... Или до среды... Суёэль... Ка-жи... Отдыхаю... Симнида... Также... Ка-жи... Можно использовать отдельно в предложении. Например... До понедельника... Ворюэль... Ка-жи... Или такое предложение... Принесите, пожалуйста, книгу... До понедельника... Принесите, пожалуйста... Ка-жоу се-о... Книгу... Че-гэль... До понедельника... Ворюэль... Получается предложение... Ворюэль... Ка-жи... Че-гэль... Ка-жоу се-о... В этом задании нам нужно ответить на вопрос, почему женщина сделала такое объявление. Давайте для этого выделим ключевые слова. Просим забрать оставленные вещи. Итак, почему было сделано это объявление? Давайте посмотрим на варианты ответов. Номер один. Чтобы объяснить, как убирать общежитие. Номер два. Чтобы объявить место расположения общежития. Номер три. Чтобы рассказать правила проживания в общежитии. Номер четыре. Чтобы информировать об уборке лестницы в общежитии. По ключевым словам мы знаем, что это объявление было об уборке лестницы в общежитии. Была дана информация, во сколько она будет и что нужно для этого сделать. Чонг даб. Значит, правильный ответ номер четыре. Кисукса кедан чонгсорэль аллё чурёгу. В этом задании нужно выбрать правильный ответ, который подходит по смыслу с текстом. Давайте посмотрим на примеры ответов, прочитаем и переведём на русский язык. Номер один. Чонгсуа нынтунган кеданэль йонгальсообсымнита. Во время уборки нельзя ходить по лестнице. Номер два. Ибон чуэй хаксэнгэрэн кисуксарэль нагаяхамнита. На этой неделе студенты должны покинуть общежитие. Номер три. Кисукса кеданэйн нын бульгонэль банжимён андэмнита. Вещи на лестнице общежития нельзя трогать. Номер четыре. Кымйоэль хару чонгэль кисуксарэль чонгсорэль кэвэгимнита. В пятницу целый день планируется убираться в общежитие. Итак, по ключевым словам мы знаем, что в пятницу уборка будет не весь день, а после обеда, с часу до шести. Также на лестнице все вещи нужно убрать. И студентам не обязательно покидать общежитие. Но во время уборки просили по лестнице не ходить. Чонгдаб. Значит, правильный ответ номер один. Чонгсо하는 동안 кэданг을 이용할 수 없습니다. Спасибо. 이제 회사 식당에서 아침을 먹어야겠네요. 제가 혼자 살아서 아침을 못 먹을 때가 많거든요. 저는 집에서 먹고 출근하는데 다음 달부터 회사에서 먹으려고 해요. 그러면 시간을 아낄 수 있을 것 같아서요. 그럼 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요? Давайте переведем диалог на русский язык. 민수씨 아침에 이메일 봤어요? 민수, вы видели утром 이메일? 아니요, нет, 아직 못 봤어요. Еще не видел. 무슨 이메일인데요? Что за 이메일? 다음 달부터 со следующего месяца 회사 식당이 아침에도 문을 열어요. Столовая в офисе также будет открыта по утрам. 그래요? 그래요? Да. 이제 회사 식당에서 아침을 먹어야겠네요. Впредь надо будет завтракать в столовой в офисе. 제가 혼자 살아서, так как я живу один, 아침을 못 먹을 때가 많거든요. часто не завтракаю. 저는 집에서 먹고, 출근하는데, я дома кушаю, иду на работу, но, 다음 달부터 со следующего месяца 회사에서 먹으려고 해요. собираюсь кушать в столовой в офисе. 그러면 тогда 시간을 아낄 수 있을 것 같아요. По-моему, можно сэкономить время. 그럼 тогда, как큼 식당에서 반할 수 있겠네요? Иногда можем встречаться в столовой. Прежде чем ответить на задание, давайте выделим ключевые слова. 이메일 봤어요? Вы видели 이메일? Мужчина отвечает, 아니요, нет. И дальше женщина говорит, 다음 달부터 회사 식당이 아침에 문 열어요. Со следующего месяца столовая в офисе работает утром. И мужчина говорит, 식당에서 아침을 먹어야겠네요. Впредь он будет завтракать в столовой в офисе. Почему? Потому что 혼자 살아서 못 먹을 때가 많거든요. Он живет один и часто не завтракает. На что женщина отвечает, Я кушаю дома, иду на работу, но со следующего месяца собираюсь кушать в офисе. Потому что можно сэкономить время. И мужчина отвечает, как큼 식당에서 반할 수 있겠네요. Иногда можем встретиться в столовой. Нужно ответить на вопрос, о чем говорится в диалоге. Давайте посмотрим на примеры ответов. Номер один. Итак, мы знаем по ключевым словам, что со следующего месяца открывается столовая в офисе. Мужчине это нравится, потому что он живет один и не завтракает. А женщина собирается завтракать в офисе, потому что это ей сократит или сэкономит время. То есть эти собеседники говорят о завтраке в офисе. Чонгдаб. Правильный ответ номер два. В этом задании нужно выбрать правильный ответ, который совпадает по смыслу с текстом. Номер один. Мужчина каждый день завтракает и идет на работу. По ключевым словам, мы знаем, что мужчина живет один, поэтому он не завтракает. Женщина уже видела имейл. И также мы знаем, что женщина завтракает дома, а потом идет на работу. Чонгдаб. Значит, правильный ответ номер один. Мужчина каждый день завтракает. Чтение следует... Гитара 연습 많이 했어요? Гитара 연습 많이 했어요? Гитара 연습한 거 한번 쳐볼래요? 죄송해요, 선생님. 선생님, 연습을 많이 못 했어요. 기타를 잘 치려면 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요. 그건 아는데 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요. 그럼 기타를 잘 보이는 곳에 두세요. 그러면 기타가 자꾸 보이니까 연습하는 걸 잊지 않겠지요? 아, 그럼 저는 기타를 소파 옆에 두어야겠어요. 집에 가면 주로 소파에 앉아서 텔레비전을 보거나 음악을 듣거든요. Давайте переведем диалог на русский язык. Гитара 연습 많이 했어요? много тренировались играть на гитаре. 그동안 연습한 거 한번 쳐볼래요? 한번 쳐볼래요? Может, сыграете один раз или попробуете сыграть? 그동안 연습한 거, то, что тренировались. Получается, может, сыграете то, что тренировались играть все это время? 죄송해요, извините, 선생님. Извините, учитель. 연습을 많이 못 했어요. Я мало тренировалась. 기타를 잘 치려면, чтобы хорошо играть на гитаре, 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요. Очень важно, не пропуская ни одного дня тренироваться. 그건 아는데, я это знаю, но 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요. все время забываю. забываю практиковаться. 그럼, гитару 잘 보이는 곳에 두세요. тогда поставьте гитару на видное место. 그러면 тогда, гитару 자꾸 보이니까, так как все время гитара будет на виду, 연습하는 걸 잊지 않겠죠? Вы не сможете забыть потренироваться. А, 그럼, 저는 гитару. А, тогда гитару? Сопа 옆에 둬야겠어요. Надо поставить возле дивана. 집에 가면 주로 섭а에 앉아서, дома я обычно сижу на диване, телевизион을 보거나, и смотрю либо телевизор, либо 음악을 듣거든요, слушаю музыку. Давайте выделим ключевые слова. Итак, мужчина говорит, гитарю 연습했어요? тренировались играть на гитаре? И женщина отвечает, будто 했어요? Нет, не получилось. На что мужчина отвечает, 잘 вчерем 연습. Если хотите хорошо играть, нужно тренироваться. А женщина отвечает, а는데, я говорю, знаю, но забываю. И мужчина предлагает, поставить гитару на видное место. Что же тогда будет? Гитар 보이ника 연습 и 장겠죠? Так как видно будет гитару, или гитара будет на виду, вы не сможете забыть потренироваться. И женщина отвечает, сопа 옆에, возле дивана. Чуру сопа я 앉я, телевизион, 음악. Обычно сижу на диване и смотрю телевизор или музыку, слушая. Задание к тексту в этот раз нужно ответить на вопрос, почему женщина мало тренировалась? Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Гитаре не нравится играть на гитаре. Номер два. Гитаре не нравится играть на гитаре. Номер три. Гитара 연습하는 것을 잊어버렸а, так как забывает практиковаться играть на гитаре. Номер четыре. Гитаре карычу чунын сарами обсаса, так как нет человека, который научил бы играть на гитаре. Из ключевых слов мы знаем, что эта женщина забывает тренироваться играть на гитаре. И мужчина советует поставить гитару на видное место. Чонгдаб. Поэтому правильный ответ номер три. Гитара 연습하는 것을 잊어버렸어. В этом задании нужно выбрать правильный ответ, который подходит по смыслу с текстом. Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Девушка хорошо играет на гитаре. Номер два. Девушка учит мужчину играть на гитаре. Номер три. Девушка не часто смотрит телевизор. Номер четыре. Номер четыре. Девушка поставит гитару на место, где гитару будет хорошо видно. Давайте вспомним наши ключевые слова. Итак, мы знаем, что девушка учится играть на гитаре. Она играет не очень хорошо. Учит ее играть мужчина. Но эта девушка часто смотрит телевизор и слушает музыку. Поэтому мужчина посоветовал поставить гитару на место, где гитару будет хорошо видно. Чонгдаб. Значит, правильный ответ номер четыре. В этом задании нам даны четыре предложения, и их нужно поставить в таком порядке, чтобы получился полноценный текст. Давайте вместе прочитаем и переведем на русский язык. Но сейчас эта работа очень интересная. На. Чеом и 일을 시작했을 때는 힘들었습니다. Сначала, когда я начал или начала работать, было тяжело. Да. Я с прошлого года начал или начала работать, продавать машины. Ра. Солнним들과 이야기하는 것이 부끄럽기 때문입니다. Потому что я стеснялся или я стеснялась разговаривать с клиентами. Итак, чтобы поставить предложение в правильном порядке, нужно найти первое предложение. В первом предложении обычно содержится либо весь смысл текста, либо в нём содержится как бы представление, что же будет в тексте. У нас как раз с вами есть такое предложение. Да, я с прошлого года начал работать, продавать машины. Итак, этот человек начал работать, продавать машины. Что же случилось? У нас есть предложение на. Сначала, когда начал работать, то было тяжело. То есть сначала было тяжело. Дальше по смыслу. Что же потом произошло? Или почему ему было тяжело? У нас остаётся два предложения, и одно из них объясняет, почему было тяжело. Это предложение Ра. Потому что я стеснялся разговаривать с клиентами. И заключительное предложение по смыслу нам подходит ГА. Но сейчас эта работа очень интересная. Получается у нас с вами такой порядок. Да, на, ра, га. Давайте прочитаем и переведём на русский язык. ГА. Если показать удостоверение личности, можно взять на прокат велосипед. Чтобы поставить предложение в правильном порядке, нам нужно найти первое предложение. У нас как раз есть предложение, которое как бы содержит в себе смысл. Что же будет в этом тексте? Это предложение Да. В парке Ханганг можно взять на прокат велосипед и покататься. Дальше есть предложение, которое представляет, что всего их 12 мест. ГА. Всего 12 мест проката велосипедов. И если туда пойти, что же нужно или можно сделать? У нас есть предложение, которое подходит дальше по смыслу. РА. Можно пойти в одно из них, то есть одно из 12 мест. И если показать удостоверение личности, можно взять на прокат велосипед. Дальше по смыслу нам подходит НА. Если нет с собой удостоверения личности, можно дать свой номер телефона. У нас с вами получается такой порядок. ДА. ГА. РА. НА. ЧОНГДА. И как раз это и есть ответ номер три. Давайте прочитаем и переведем на русский язык. УРИ ХАЛЬМОНИНЫН МАЯ БАБУШКА ХАНГАЕ КОМБУ ПАНГЕ ДАНИСИМНИДА. КИЕЕК. Ходит в класс обучения корейскому языку. ХАНГЕ КОМБУ ПАНГЭН В КЛАСС обучения корейскому языку. ХАНГЕРЫ МОРЫНЫ НОИНДЫРИ ДАНИНЫН ГОСИМНИДА. НИН. Ходят пожилые люди, которые не знают корейский язык. ХАЛЬМОНИНЫН БАБУШКА ИГОСЕСО СЕДАЛЬ ТУГАН ХАНГЕРЫ БЕУЩАСЫМИДА. ДИГЫТ. БАБУШКА В ЭТОМ КЛАСЕ УЧИЛА корейский язык в течение трех месяцев. ХАЛЬМОНИНЫ НОИ СОНЦЕНИМКЕ ЗАВТРА БАБУШКА УЧИТЕЛЬНИЦЕ КАМСАЯ ПЕНЗИРЫЛ ТЫРИРОГУ ХАМНИДА. РИЮЛ. Собирается дать благодарное письмо. КРЕСО ОНЕЛ ЙОЛСИМИ ПЕНЗИРЫЛ СЫЧОСЫМИДА. ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ ОНА НАПИСАЛА ПИСЬМО, ВКЛАДЫВАЯ ВСЕ СИЛЫ. В ЭТОМ ЗАДАНИЕ НАМ ДАЁТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, И ЕГО НУЖНО СТАВИТЬ ВМЕСТО КИОК, ЛИБО НИЫН, ЛИБО ЦИГЫТ, ЛИБО РИЮЛЬ. Давайте посмотрим на предложение и переведём его на русский язык. ЗАВТРА В КЛАССЕ БУДЕТ ВЫПУСКНОЙ. Чтобы определить правильное место для этого предложения, нужно посмотреть на смысл текста. Итак, первое предложение. Моя бабушка ходит в класс обучения корейскому языку. Дальше идёт предложение. В классе в этом туда ходят пожилые люди, которые не знают корейский язык. И следующее предложение. Бабушка в этом классе учила корейский язык в течение трёх месяцев. И завтра бабушка собирается написать благодарное письмо. То есть нам нужно ставить предложение, которое по смыслу говорит о том, что в классе будет выпускной. Значит, это предложение должно быть до того, как завтра бабушка собирается написать благодарное письмо. То есть сначала нужно сказать о том, что будет выпускной, а потом уже, что на выпускном будет делать бабушка. Получается, что бабушка в классе учила корейский язык в течение трёх месяцев. И как раз наступает выпускной. То есть завтра в классе будет выпускной. И поэтому бабушка собирается написать благодарное письмо. Получается правильный ответ. В этом задании нужно выбрать правильный ответ, который подходит по смыслу с текстом. Давайте для этого выделим ключевые слова. Бабушка ходит в класс обучения корейскому языку. Что же это за класс? То есть это место или это класс, где обучаются корейскому языку пожилые люди. И поэтому бабушка, 할머니는 내일 선생님께 감사의 편지 드리려고 합니다. Собирается дать учительнице благодарное письмо. Поэтому она 오늘 편지 드리려고 합니다. Написала это письмо. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 할머니는 이제 한글을 쓸 줄 아십니다. Бабушка теперь знает, как писать по-корейски. Номер два. 할머니는 감사의 편지 드리려고 합니다. Бабушка получила благодарное письмо. Номер три. 할머니는 한글 공부 방 선생님이십니다. Бабушка учительница класса обучения корейскому языку. Номер четыре. 할머니는 저럽 сигнал 변지를 읽으셨습니다. Бабушка на выпускном прочитала письмо. Из текста мы знаем, что бабушка письмо не читала, она его написала. Также бабушка не является учительницей. И бабушка не получила благодарное письмо, она собирается его написать. Но так как бабушка три месяца училась корейскому языку, значит бабушка знает, как писать по-корейски. 정답. Значит правильный ответ номер один. Сегодня на лекции аудирования мы попрактиковались в выборе правильного ответа на вопрос, о чем говорится в диалоге. Для этого нам нужно было правильно перевести диалог и найти ключевые слова. Ключевые слова нужны, чтобы правильно понять смысл диалога и найти правильный ответ. Сегодня на лекции чтения мы с вами попрактиковали составление предложений в том порядке, чтобы получился полноценный текст. Напоминаю о том, что первое предложение часто заключает в себе смысл всего текста, и определение его поможет вам легко найти остальной порядок предложений. Также мы попрактиковались в ответах на вопросы к тексту. Для того, чтобы выбрать правильный ответ на вопрос, о чем говорится в тексте, нужно, как всегда, обратить внимание на ключевые слова. Спасибо и всего вам хорошего!